В воскресенье нас ожидает следующий матч. Матч сюрприза России и Испании. Почему сюрпризы? Потому что все-таки от испанцев к этому ожидалось большего. Особенно после матча с Португали. И будет ли матч 1 июля сюрпризом для испанцев? Это мы, я думаю, скоро увидим. Тренер Испании, новый тренер Риера, сказал, что 1 июля может быть днем плохих новостей. Посмотрим, для кого это будет. День плохих новостей. Но мне кажется, что в России тоже можно преподвести некий сюрприз. Потому что если мы посмотрим на матч Испании с тем же Марокко или с Ираном, то если они будут играть в таком же ключе, то у России вполне есть реальный шанс засыпиться в этой игре. Важно будет играть первые 15-20 минут. И в сборе Россия не пропустит. Быстрый гол. Если они будут организованно играть. Если они не привезут себе гол, как это было в матче с руклайн, когда они сами пустили себе гол. Сами создали себе проблемы. Тогда, в принципе, у них будет реальный шанс. Потому что испанцы будут нервничать. Вообще не нервничала сборная Германии. Мы видели, что сборная Германия после 15-15 минут начала нервничать. Это как бы они признали тоже. И Фуманс. И основные игроки команды Китила тоже, в принципе. Что они начали есть как-то хаотично. В России, в принципе, опытные игроки. Нашевич, Жирков, Акинфея. В принципе, шить некуда. Они свое уже добились. Поэтому я думаю, что хаотичных действий с их стороны не будет. Если я хотел бы в более качественных стандартах. Розыгрышей. Самедов все-таки, мне кажется, может как-то разнообразить свои стандарты. И Галаи, может, ему поможет. Миранчук, мне кажется, тоже мог бы устилить игру, если будет на замену. В последнем матче он себе не особо пройдет с Урегуаем. А так, в принципе, если будут аккуратно играть в обороне. Грамотно, аккуратно. Как это делает Нашевич с Урегуаем. То, в принципе, у испанцев тоже могут нервнички заиграть. А Испаниня как бы одна из грубейших команд, к сожалению, на этом чемпионате. И Аргентина, в том числе. И, к сожалению, и Хорвата, которая меня тоже симпатизирует. Тоже играет как бы по части грубо. А испанцев мы Рамоса прекрасно знаем. Помню эту петицию на полмиллиона, которую собрала. Игрок у Горубия, на самом деле. Нападающий тоже играет очень хорошо у Испании. Сейчас не забываю его фамилию, но не важно. Все понимают, о каком речь идет. Он забил гол в ворота Португалии. До этого голод был чистый фолк. Поэтому, если судья будет все-таки видеть фоллы, которые будет видеть, то у испанцев будет проблема. Они должны все-таки понимать, что они должны говорить в футбол, а не в ММА. Да, как бы локтями или кулаками, пожалуйста, в другой испорту. Если судья будет следить за правилами, если Россия грамотно расставит свои акценты в обороне, и организованно будет действовать, нужно будет терпеть однозначно. Нужно будет четко устраивать какие-то комбинации в плане контратаки. Если Дзюба будет цепляться за мячи, тогда, в принципе, есть шанс. Головин себя может проявить опять же. В России есть шанс выиграть с минимальным счетом. Субтитры создавал DimaTorzok